Время диктует свои правила, но неизменными остаются некоторые вещи. Красота движения аэростатов в воздухе, любовь людей к волшебным воздушным шарам и вдохновение, которое пилоты из года в год испытывают перед каждым, даже если это в тысячный раз полетом. Самое старейшее воздухоплавательное мероприятие в нашей стране, которое 31 год тому назад, еще в Советском Союзе. Поднимите мне руку, кто в Советском Союзе имел пилотское удостоверение польского образца. Молодец! Понимаете, да? Сколько лет прошло. Несмотря на непростое время, спорт остается спортом и азарт никуда не пропал. В спортивной нашей жизни никаких изменений нет, слава богу. В нашей повседневной жизни некоторые есть ограничения. И это больше связано даже не со спортом, а в принципе с тем, что мы, к сожалению, не можем поделиться со всеми горожанами, гостями города красивыми стартами с черты города. Надеюсь, что в следующем году, когда мы все будем здоровы, живы и счастливы, мы все это дело опять сделаем. Кубок России для спортсменов-воздухоплавателей – это второй рейтинговый чемпионат и своеобразная подготовка к чемпионату Европы, который состоится в сентябре в Венгрии. Мы приехали, потусовались на поле, посмотрели друг на друга, посмотрели состояние оболочек, в общем, номера, спортивные правила, пообнимались, потрещали, маркера побросали. Спорт, наконец-то, спорт для воздухоплавателей. Итак, генеральный брифинг подошел к концу, правила разъяснены, география полетов определена и пилоты, представители СМИ, а также зрители, отправляются в поле. То, что у нас сейчас малоподвижный фронт и то, что у нас туча и осадки не уйдут никуда до 19 часов 40 минут. Предположительно. Предположительно, да. Короче, да, суть такая, что пока находимся под дождем, но настрой открыть мероприятие есть. Понимаю то, что некоторые с дороги и немногие хотят летать, но одновременно с этим сделать два задания при Штиле на наших полях все реально, возможно. Состоится очередной полет или нет, всегда диктует погода. На этот раз фронт все же благоприятствовал. Дополнительный брифинг, определена точка креста, два задания и контрольное время. А дальше каждый сам за себя. Пилоты в поисках наиболее удачной для взлета точки колесят по полю в обозначенном радиусе. Команды работают быстро и слаженно, ведь время ограничено. И вот, один за одним, разноцветные шары поднимаются в небо. Наблюдать за тем, как точно попадают пилоты маркерами в так называемый крест, собралось немало зрителей. Зрелище действительно забавное. Владимир Ермаков, пилот в третьем поколении, представляет в соревнованиях Рязанскую область и, кажется, с первым заданием справляется успешно. После судьи замеряют результаты. Это девятый, один метр, двадцать шесть сантиметров. Все пролетело как мгновение, но мгновение прекрасное, которое навсегда запомнится присутствующим красками очередного июльского заката и улетающими в облака силуэтами воздушных шаров. И это только начало фестиваля. Самые интересные и красивые полеты впереди. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».